Первый мусорный караван в составе 8 тонаров прибыл на Хадыжинский полигон в прошлый четверг. Процесс идет непрерывно, однако появились в этом деле небольшие дополнительные сложности. На лицензированных полигонах отказываются принимать несортированный мусор. Поэтому сочинским коммунальщикам пришлось наладить здесь и мусоросортировку. Дерево к дереву, стекло к стеклу, железо к железу. На сегодняшний день положение изменилось, так как там сейчас на Хадыжинском полигоне происходит сортировка того привезенного, чтобы они приняли мусор, который уже увезен. В связи с этим подрядчикам принято решение и поставили на сортировку, и техника сейчас занимается сортировкой. Решение об организации в этом районе временного полигона ТБО было принято специальной комиссией по чрезвычайным ситуациям, которая занималась ликвидацией последствий июньского наводнения. Глава города Анатолий Пахомов обязал фирму-подрядчика вывести весь строительный мусор в кратчайшие сроки. По словам специалистов, никаких органических отходов здесь нет, поэтому опасения местных жителей по поводу возможного вреда здоровью безосновательны. Опасности вот этот мусор не представляет. Если мы пройдем, посмотрим обваловку, которая сделана по всем стандартам, обваловка вся сухая, никаких подтеков нету, никаких совершенно ядовитых. И еще, даже вот мы стоим близко, находимся к свалке, даже запахов никаких нет, единственная пыль. Работы по сортировке и вывозу мусора из села Черешня ведутся круглосуточно. Сухая жаркая погода только на руку. Две другие временные свалки в Кудепсте и Дагомысе по своим размерам в несколько раз меньше, чем это. Поэтому, как заверили в департаменте городского хозяйства, их вывезут в течение полутора недель. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ